При раке прямой кишки первой стадии это те параметры, на которые мы будем обращать внимание. И вот прям недавно был такой пациент, у которого действительно была опухоль Т2, то есть она не глубоко врастала в стенку кишки, метастазов в лимфатических узлах не было, но были признаки вот такой переневральной и переваскулярной инвазии. И несмотря на то, что опухоль в целом выглядит вполне, ну такой, не очень агрессивной, тем не менее мы этому пациенту назначили химиотерапию в послеоперационном периоде, потому что это пациент молодого возраста, и мы должны минимизировать просто все риски развития и отдаленных метастазов, и местного рецидива. Вот еще принимается во внимание много других факторов со стороны пациента. Поэтому вот в некоторых случаях даже при первой и второй стадии опухоли, при наличии вот таких дополнительных негативных факторов прогноза, назначается химиотерапия. И последний вопрос. Могли бы Вы прояснить, какие параметры размеров кишки описываются в гисологическом отчете после удаления рака прямой кишки? Например, кишка размером 14 на 12 на 4 сантиметра, длина ширина опухоли или что-то другое. Я Вам уже говорила, на что мы обращаем внимание. Какого размера кишка на самом деле это не имеет никакого значения с точки зрения определения прогноза. Бывают люди небольшого роста худенькие, бывают пациенты высокие и тучные. Размер препарата может быть абсолютно разный, но он не дает никакой информации ни о том, какая операция была выполнена, насколько радикально она была выполнена. То же самое касается и размеров самой опухоли. Меня тоже часто спрашивают, у нас опухоль 7 сантиметров, это плохо или нет? Нужно ли делать химиотерапию? Размер опухоли тоже не имеет никакого значения. Бывают опухоли 1 сантиметр, но которая дает отдаленные метастазы. И тут, конечно же, без химиотерапии не обойдешься. А бывают огромные опухоли, в которых стадия Т2 и нет поражения лимфоузлов. И в целом химиотерапию можно не проводить. Поэтому размер в нашем случае не имеет значения. Есть много других параметров, их больше 10, на которые стоит обращать внимание в гистологическом заключении. Если они есть, если они, конечно, описаны, и патологоанатом это все изучил и посмотрел. Вот такое гистологическое заключение, на которое стоит обращать внимание. И только с учетом всех этих факторов принимается решение о необходимости проведения химиотерапии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова